Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня продолжаем прохождение Ром-2 Total War. Начинаем мы серию с атаки на повстанцев в Испании. Накопили они тут армию около города Арсе. Это Танамятежники. Надо их разбить, ну а далее будем заниматься с Египтом и с Афинами. Египет вообще оборзел, в предыдущей серии откуда-то привел огромное количество армий, там одну мы потравили значительно, но остались еще армии. На что он их наклепал, совершенно не ясно, ресурсов у него должно быть немного, провинции осталось также немного, но вот из воздуха он создает войска. Но как обычно, максимально считает сложность, компьютер здесь читерит нещадно. Опытные и достаточные мечники, партизаны. Старие копейщики, полно конницы, стрелков, застрельщиков, пращиков. Ну давайте проведем в реальном времени. Все-таки полный стяг и достаточно опытные там войска, хотя у нас, видите, еще более опытные. Эта армия участвовала многократно в подавлениях восстаний, поэтому получила свой опыт вот на таких вот мятежных господах. Ну мы победим, и кстати победим с меньшими потерями, чем на второсчете, соответственно больше потерям нанесем. Если они сразу не погибнут, я думаю, что не погибнут, все-таки конница убежит. Добьем их со второго раза более малой кровью. Ну погода вроде нормальная, давайте начнем. А вот местоположение у нас ненормальное, мы атакуем снизу вверх, вот это мне не нравится. Если они окажутся прямо на гребне горы над нами, это будет чрезвычайно неприятно. Ну они будут вот здесь, но они смогут быстро добежать вот сюда вот, и мы окажемся в не самом выгодном положении. Вот так вот нам рандомчик подсунул и новую позицию в самом буквально начале боя, ладно. Строим нашу римскую импровизированную фалангу и погнали сразу наверх на максимальной скорости. Надеюсь, мы успеем раньше подняться, чем это сделают они, добивутся до гребня холма. Или у них будет преимущество небольшое, но тем не менее. Мы почти уже поднялись. Застрельщиков много, поэтому надо бы желательно сблизиться быстрее. У нас одни рукопашники. Я уже неоднократно говорил, что буду использовать исключительно рукопашные войска ближнего боя. Кстати, они нас сейчас не видят. Да и мы их, в принципе, не видим. Встали войска, но мы поднялись, вот они. Да, идут, но медленно не успевают они добраться до... ...точки, где у них было бы преимущество относительно нас. Ну и ладно. Хотя вот с афинами, может быть, придется скорректировать немного свою тактику. У них полно пикинеров. Соответственно, нам нужны его стрелки, чтобы разобраться с ними и не подключать пехоту ближнего боя. Но пикинеры, даже бритерианцев и легионеров тяжелых могут перетыкать фалан. Ну их можно, конечно же, опять порасстреливать. Не знаю, билумами. Не знаю, посмотрим. Пока с афинами мы активно, как бы, не конфликтовали. Но рано или поздно придется решать, оставлять ли тяжелый сетап, или же все-таки немного изменить... ...составы своих отрядов. Ну они встали в защитный порядок. Вообще дальше не идут. Так, что мы тут видим? Пращики на передовой, ветераны. Ну, часть войск мы, я так понимаю, и не видим. Здесь не все, что у них есть, стоит. Часть там скрыта. Можно кониться, и им будет сюрприз под холма приподнести. Несколько отрядов они у нас тоже не видят. Быстрее не иду, потому что уже войска, когда поднимались, быстро подустали. Дабл-тайм! Дабл-тайм нам пока не надо. Идем спокойно. Не знаю, будут в этом видео еще бои или нет. Одно сражение мы уже имеем. Если Египет нападет, то будут. Он таким образом там стоит, что до него добраться нельзя за один ход. То есть, ну, Ком просчитывает расстояние. Если я включу ускоренный марш, я не смогу его проатковать. А так просто одним ходом мне не достать. А в пустыне, пока я обреду, у меня вся армия там передохнет. Поэтому надо ждать, пока они ближе подойдут к городам, чтобы я мог одним ходом добраться. Ну, либо еще бы лучше был вариант, если бы он город проатковал все-таки сам. Мы могли бы разбить его армию и на контратаке уничтожить оставшиеся его города. Ну, а потом заняться непосредственно Спартой и Афинами. Когда Египет будет уничтожен, считайте, что они попали в окружение. Да, это еще не будет победой в кампании. Афины сильны, но... Это значительно укрепит наши позиции по нам уже кидая. Давайте ускоряемся. Вот так вот мы делаем. Бежим, конницы, вылетаем вот сюда вот на гребень холма. Так, что у нас там с потерями? Потерь пока вообще нет. Вторую армию я не подключаю, разберусь едой. Сейчас уже есть, кто-то пропускает. Выходит у них вперед. Бежалая пехота. Пытается конец наш протковать. Давайте им валяем. По возможности. Будут у них застревщики. Мы их атакуем с разных сторон. Что, легионеры? Легионерская кавалрия! М.А. Инфраструктуры. И огонь с них почти повязана. Которые ветераны хорошо стоят. Смотрите-ка. Заходим сзади. Коп-чардж! Хабь, мадваз! Застрельщик поотвлечь. Тем не менее, окруженные скутари-копейщики бегут. Так, конницу Монику подсмели. Заходим опять же с тыла. Бежит и второй отряд. И сейчас мы ударим нашей конницей по их застрельщикам сзади. Ломается строй. И очередной раз римская армада захлёстывает. Повстанцы. Чего они пытались добиться, я не знаю. Которые потери у нас есть. Центральная линия несёт серьёзный урон. К нам было больше. Чупирто дает нам страсть. Но бегут. Кружения попали и бегут. Лизионарий кавалрии! Адванс! Минимальная потеря по центральным отрядам. Стальные практически не понесли урона. Нормально. Сойдёт. Мелет, импортри, ассио-команд. Роман, готов для дути. Генерал! Максимально у них, конечно, выпилить на Родице, чтобы они не смогли убежать. Чтоб потом меньше было на второсчёте добивать. Бегут враги. Ну и наша армия в очередной раз повышает свой, так сказать, общий... скилл за счёт того, что уничтожает во вставку. Зачем они отдали своей жизни? За что? Могли жить мирно... в Риме. И вот к чему это привело. Вот... что происходит с теми, кто бросает вызов римской власти и римскому могуществу. Город тел усеянное... на этом поле. Несмысленная совершенно смерть. Я этого не хотел, медвежники. Вы сами... провоцировали этот бой. Надеюсь, теперь они угомонятся и успокоятся. Ладно, эти преследовать не будем. Тут остались разрозненные такие остатки. Решительная победа. Убой шёл 8 минут. Больше честь из которых были перемещения. Ну, у них вот, да, мечники, которые были по центру, неплохо отработали. Копейщики слабо. Стрелки тоже конятся практически ни о чём. У нас конятся... В принципе, все отряды практически ровно. Особенно центральная линия, которая здорово тут подхватила, но и держала несколько отрядов вражеских. Работали отлично. В потере 335, там почти вся армия полегла. Да. Не смогли они убежать. И видите, мы их сходы добиваем. А на авторасчёте, скорее всего, они отступили, и мы потери понесли бы ещё большие. Так, минус 5 порядок в Арсе, но если мы садимся обратно в город, то становится плюс 17, наконец-то. Плюс здесь аудиторам построится, который даст плюс 2 общественного порядка. Ну, это хорошо. Что у нас там? В картубе тоже плюсовой порядок. В Боре всё нормально. Но вот тут вот, правда, мы строим. Видите, что с вами? Мы делаем форум Купидинис. Через 5 ходов минус 8. Он даст отрицательный эффект. А здесь вот всё на грани, на грани. Тоже восстание. Ну, может быть, вот стоит построить урбс с гарнизоном. Через 6 ходов. Значительно увеличит общественный порядок. Плюс доход повысит. Термы бы здорово тоже увеличили. Здесь общественный порядок. Санитарию. Рост заход, доход. Но, блин, минус 3 пищи. А у нас с едой это сейчас вот не больно хорошо всё. А пока подожду. Так. В Тараконе. Ну, вот я не могу подстроить, к сожалению. Хотя, школа гладиаторов минус 4 пищи. Плюс 12 общественный порядок. Отсюда бы я смог увезти армию из Бригантии после этого. Ну, давайте. Не знаю. Давай всё-таки подождём, пока закончится строительство у нас всех зданий. Если я увожу отсюда армию, что у нас общественным порядком становится? Блин, минус 5. Или ладно, рискну. Рискну. Уводим эту армию в Эбору. Пока что посадим. Подождём пару ходов. Далее пойдём на север Африки. Там, воевать с Египтом. И далее с Афирами, со Спартой. Вот, тут видите, сколько у Египта армии торчит. Ещё и плавают. И некоторые из них мы не видим. И вот ещё и подкреплениями идут. И снова корабли. В общем, полно тут всякого дерьмеца у них наехало. Давайте попробуем атаковать, может быть... Так, пикиниры, пикиниры. Греческая царская гвардия. Они будут участвовать, чтобы нас терпеть. Греческая деятельность удалась в войсках. Вот ещё у них отряд получает люлей. Плюс они стоят на нашей территории и не могут восполняться. Я ваша, для команды. Как я могу быть в ассистенте? Саббатар. Версия в войсках удалась. Ещё у них ситуация становится хуже. Вот на эту армию сейчас напасть, но мы не достаем ни одной из наших. Мы так можем их полностью и изнурить, и добить. Армия у них здорово, смотрите, досталось. Даже без активных боевых действий мы им тут... наделали, так сказать, делов. Ну, тут вот довольно сложно будет что-то предпринять. На вражеской территории, потому что они так и так будут восполняться. Так, и, кстати, забыли мы повысить здесь кому-то ранги, полководцу. После боя. Делаем улучшение. И делаем ход. С доходом у нас вроде всё более-менее нормально, там 12 тысяч. Зимой будет чуть меньше, там около 8-7. Да и общий, в принципе, доход в казне. Неплохой там, за тридцатник. Так, это что ещё такое? Опа, они нас берут в осаду и атакуют. Вот так вот даже, да? То есть они нас отогнали. Они сначала взяли нас кольцо, чтобы армия из города не смогла уйти в подкрепление. И сейчас пытаются... ...обронести. Это плохо. Хорошая армия. В царской гвардии слоны нас тут раскатают в пуху-прах. Даже если мы нанесём определённый урон, всё равно те же слоны нас разорвут. Копейщиков немного. И опытные войска не хотелось бы терять. Попробую скупить, насколько далеко отбежим. Они не стали преследовать. Пойдут ли на штурм сразу или нет? Думаю, что нет, раз эта армия отошла. Хотя она может достать. Тут надо сейчас очень срочно подводить все войска и давать им генеральный бой. Или ждать, пока они пойдут сами на штурм. Тоже вариант. Но тут ещё одна армия плывёт. Да, нехорошо. Так, кстати, у них одна армия отошла. Это замечательно. Даже нехорошо, это замечательно. Понт. Понт пошёл у нас к Танаису. Вроде как бы к пустому городу. У них городов нет. То есть, тем проатковать придётся чего-то. В любом случае, иначе не на что просто снабжать армию, содержать. И будут они бить по самому уязвимому участку. Сейчас надо в Танаис посадить армию. Не айс. А насколько я помню, был баг при штурме, кстати, городов. Если несколько армий штурмуют, и они там лезут по лестницам одновременно. То есть, вторая армия подходит, начинает тоже залезать. Там начинается толпушка, начинаются дикие лаги. По крайней мере, в начале кампании у меня такое было. Я так понимаю, что этот косяк не исправили. Соответственно, чем больше армий насядет на город, тем сложнее будет провести бой ещё в плане того, что фризить будет из-за багов. Разбить надо их по частям. То есть, они, видите, там как-то группируются непонятно. Какие-то телодвижения делают. Я имею в виду Египет. Чё-то надо с ними решать. Ну, армии у нас достаточно, но у них там элита, и у них есть слоны. Есть пикинеры, есть слоны. Это сильнее, чем наши легионеры. Молодцы, Сиракуза, в этот момент. Вместо того, чтобы мне помочь, они, наоборот, отступают. Это гениальное решение, да? Они бегут назад к своим городам. Попытаемся сейчас ещё раз им дать цель какую-нибудь. Какую-нибудь хотя бы вражескую армию, может, чтобы они грохнули. Ну, а цель-то мы им дадим. Примут они, возможно, только следующим ходом. И, соответственно, только через ход какой-то прок и какие-то телодвижения в сторону врагов у них начнутся. Пока они там добегут по качёму, уже разобьём. А Египет или они разобьют нашу армию. Решающий момент. Опа. Сражение с Египтом. Так, агент задержан. Диверсия даже. Даже диверсия. Саба, вон, куда припёрлись. Чё вы здесь забыли? Соглядатый. Так, вот тут мы можем построить Хареон. Пища плюс четыре, отрицательных эффектов нет вообще. Алтарь Нептуна я не буду строить, несмотря на то, что здесь можно будет и дикт. Сдать. Прибавляющий нам пищу. Да, Едата потихонечку проседает. Минус семь, точнее, пока что, ещё в плюсе. Сельское поселение тоже. Минус один пищу требуется. Как так? Наоборот, уже должны производить. Так, ладно. Меня интересует вот эта вот область. И давайте, кстати, сначала посмотрим сверху у нас, вот здесь на севере, куда там Понт потащился. А он, кстати, к Фанагории даже пошёл, а не к Танаису. Можем попытаться добить вот этих вот господ настоящих. Боя не принимают авторасчёт. Шпань тут как бы не болтались, не мешались. Кимеры даже сюда идут. У них там к их городу тащится Спарта с Афинами, а они идут зачем-то к нам. Так, ладно, садимся в Танаис. Нравится мне здесь общественный порядок, везде минусовой. В Сиракении вообще дела обстоят довольно хреново. Нестабильность провинции после захвата будет, конечно, уменьшаться, но это будет довольно долго. А бунт? Бунт уже грядёт. У нас продолжают строиться строения, которые пищу потребляют. Правда, будет плюс 30 через 6 ходов. Но это ещё 6 ходов. Надо продержаться. Эмпорий тоже отнимает еду. Ну, вместо собрания дальше можно, конечно, какие-нибудь мясные лавки в Семендере поставить. То, чтобы с пищей у нас дела были получше. Может быть, попробовать его на свою сторону переманить? Отлично, вражеский агент переметнулся. Ветеран нас получает дополнительный ранг. И вот надо что-то сделать ещё и с Саглядатой. Вот она более опытная. Но посмотрим следующим ходом. Теперь Египет. Ситуация мега критическая. Мы не успеваем перебросить сейчас армию. Мечаль тоска. Если только вот отсюда перекидывать. Начинать. Из цедама. Каперну встроим. И встроим одновременно храм Юпитера. Так, если мы включаем ускоренный марш, ненамного мы быстрее идём. И не успеваем к Ирине. Да ещё и Сапа здесь, видите, у нас продолжает гадить. И устраивать налёт не вовремя. Так, ну в Кирине можно, в принципе, поставить здесь храм Алтарь Непута. Потому что всё-таки прибрежный город. Они, кстати, сняли осаду. Они ждут, пока подойдут вот эти вот армии. Мы можем попытаться их временно задержать. Осталось, крывная действительность. То есть как-либо попытаться их ещё ослабить. Что такое это? Вы какие-то ребята неуязвимые прямо. Где-то всех провалилась диверсия. Но тут уже читовство. Компа во всей красе. Они готовят атаку. И поэтому никаких тут вам диверсий. Даже и не пытайтесь. Что там с гарнизоном в Кирине, кстати? Довольно слабый. Попытаться спасти армию, отвезти её куда-нибудь. Они сейчас проатакуют. Не хочу я связываться со слонами, но... У нас нет других вариантов. Пытаемся проатковать всё-таки их. Так, они ещё дальше отходят. А вот теперь бежать некуда. Единственный шанс растянуть их силы всё-таки. По частям разорвать. Нас много претарианцев. Я надеюсь на их силу. Давайте в режиме реального времени проведём бой. Это будет забавно. До серии будем постепенно заканчивать. Ещё один хон сделаем. Посмотрим, что они там нам предложат. Вот два боя за серию. Это не моё кредо. Я обычно провожу один. Битва Киринаика. Хорошая карта. Вроде бы пустыня. Нет практически никаких здесь лесов. Где они могут укрыться? Но тут есть небольшая рощица. Хватит. Ну и карта с минимальным количеством холмов. Так, откуда у нас входит подкрепление? Подкрепление входит сзади. Это меня радует. Мы вроде чуть выше находимся. Может быть мне так кажется. Это иллюзия. Иллюзия. Удаваемого. Желаемого с действительного. Элита. Египетская царская гвардия. Мощнее уже у них ничего, скорее всего, и нет. Ну, кроме слонов, конечно же. Ну что, шанс у нас пока чуть выше. Сейчас выйдет подкрепление. Еще они возрастут. Но потери будут большие. Я знаю просто, как воюют здесь слоны. И как воюют царская гвардия. Они распугают нашу пехоту. Даже многоопытную. Как бы не разбежались бы все. Ладно, давайте начинать. Сейчас мы соединимся. И будем уже... Более осмысленно на них давить. Бой будет довольно длинно. Минут, я думаю, двадцать. Сейчас будет много перестроений, манипуляций. Ну, тут у второй армии есть конец. Это радует. Конец, и мы ударим по... Бельтастам. Идем с этого фланга, я думаю. Дарим с одной стороны мышц. Шансы чуть возрастают. У них там тоже вошло подкрепление, кстати. А где у них подкрепление? Мы его не видим, но, скорее всего, они там так же за ними вошли. Еще делаем шире фланг. А вот они идут. Вот они идут сбоку. Отковать мы их не будем. Мы не успеваем. Они успеют соединиться. Там тоже вроде как слоны были. Но это не боевые слоны, кстати. Это слоны просто обычные. Я имею в виду без тяжелой брони. Есть еще и страшнее закованные в броню, которую пробить и пилмами, и копьями гораздо сложнее. Гладиусом, мечом еще, естественно, труднее это сделать. Так, перестраиваемся. Сидим мы в такую могучую флангу. Нам надо их здесь, естественно, аптечь. Может быть, даже мы пожертвуем центром, но... Мы сумеем обойти их по краям и окружить. Ключевой бой за Кирену. Там у них еще осталось три армии, но я не думаю, что они решатся сразу проотковать. Прям сходно. И там смогут подойти уже наши подкрепления все-таки. Еще одна армия подойдет. Активные, но надо нам быстрее перестроиться. Иначе просто бой затянется на очень долго. Процент в 75 у нас на победу. Но я бы не был настолько оптимистичен. Если бы не было слонов... Тогда да. Шансы были бы, конечно, гораздо выше. Но те, кто смотрел бои с тем же Игмортом, когда он часто берет слонов, и они там вытаптывают один отряд по 500, по 600 человек за бой в онлайне, в мультиплеере, и тоже воюя против Рима, я думаю, вы понимаете, насколько они опасны. Так, он контролирует лучше эти отряды, чем человек. Так, у нас уже измотанная вот эта вот армия, которая шла в подкрепление. Ну да ладно, фаланга выстроена, идем потихоньку на них. Часть войска они спрятали, кстати, в лесу, по-моему, все-таки, вот в этом вот небольшом перелеске. Снижаем скорость. Что, римские? Когорты не подведите, и в этот раз. Надо, кстати, наемник в этом регионе посмотреть, возможно, слонов можно нанять. Я бы потратил любые деньги на наемы и на содержание, чтобы пару отрядов иметь в армии. Это здорово бы облегчило наступление. Ну, конечно, не любые, но в районе, скажем, 500 содержания я готов за них заплатить. Вон у них там выползают войска из леса, нет, все-таки они вышли. Ну, вот так вот мы растянем нашу фалангу. Это достаточно плотный будет центр. Идеальный вариант, конечно, это бросить. Царская гвардия уже стоит фалангой, длинными копиями их очень много. Идеальный вариант забросать их пилумами, а потом уже протковать. Центр они нам прорвут. Сколько тут отрядов-то? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть отрядов царской гвардии элитной. Просто прелестно. Да, они перетыкают и притрианцев, и легионеров. Прикиньте, во штурмовать город, где у них уже по улицам будет расставлена эта гвардия царская. Там вообще не пройти будет. У них, в принципе, не так много лучников, не так много пращиков. Хотя, вот есть пельтастые. Царские. Причем они могут и в ближнем бою нехило так наваливать. В дальнем вообще сильные. Идеальный вариант было бы покидать, вынудить их сблизиться, ну и резко зажать. И, блин, быстро их выпилить не получится в любом случае. Я тоже играл за Египет и тоже играл за царскую гвардию. Даже в окружении они могут долго держаться. Я это знаю. Верблюды. Верблюды пугают лошадей. Для тех, кто не в курсе. Ну, легкая конница для нас не проблема. Проблемы вот эти вот, ребята. И вот эти. И другую тактику здесь не изобретешь. Если мы будем в несколько линий давить, это будет еще хуже, тогда они нас окружат. Задняя линия практически не будет воевать. Передняя вся поляжет. На копиях. На открытом пространстве все-таки против копейщиков шанс гораздо выше, чем закрытых. Коинцы мы можем, в принципе, выпилить у них вот этих вот господ, чтобы они не ударили по нашей пехоте. Хотя, в принципе, если ударят верблюда и птолемейской коинцы, это фигня. Слоны. Ну, один отряд, если нарвется на несколько отрядов критерианцев, тоже вряд ли что-то сделает. Завязнет там. А вот если ударят два отряда слонов сразу одновременно. Тут уже могут посеять и панику. Так, египетские лучники. Ну, они сильный дамаг не нанесут. Такая не стреляют особо. Продолжаем идти. Давайте-ка мы чуть встанем. У нас несколько отрядов не отдохнуло. Пока они по нам не достают. И смотрите-ка, у них уже сагрились конники. Жаль, отковать вот в лоб. Это будет вообще глупо. Они решили по нам покидать. Ох, хорошо, бросили. Хе-хе. Атака не удалась, ребята, да? Так, чё вам-то надо? Отличный бросок. И пол отряда верблюдов даже больше наваливается. Сейчас мы вытянем на себя большую часть сил. Хотел нарастинуть наши отряды, да? У него это удалось. Вытерял ряд верблюдов и половину звуковой конец своей с одного броска пиомов. Не бегут. Колеблются, но не бегут. Восемь осталось. Семь. И вот только сейчас сломались. Так, они начинают активное телодовижение. Практически вся у них конница полегла. Да, и они пошли в атаку сами. Это хорошо. Первые пошли. Давайте их все. Таксовать. Большую группу сделает Египет. Не рассчитал удары. Вся конница у него почти вязь. А могли ударить в более подходящий момент. Все, шансов у них практически нет. Стоим. Они идут сами в атаку. И сейчас мы сможем покидать по ним пиомами. Так. Лемейстый конец. Вот этих надо разожать. Или они сами идут к углу. Генерал, мы в горе! Давай, я! Мы в горе! Слоны, слоны! Заходим, заходим им в тыл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Планы у них попали в окружение, и сейчас стреляют, где-то третий, батареют. Ну, отличная гигантскую проблему устранили для себя. Так, ходите сзади и расстреливайте их быстрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Они начинают проваливаться под ударами к царской гвардии, но сейчас мы их сможем достать. И начинают они колебаться от удара в спину, не нравятся, да? Мелая инфанция готова! Да, это колебаться у нас отряды, да, это первая линия, как гвард Орла бежит, проломили ее царские гвардейцы. Царские гвардейцы, смотрите, сколько стоят, 27 человек и не бегут. Три. Сносите их сходу просто и все, это хоккейсты. Да, бегут у них царские гвардейцы. Надо убить всех. Фух, смогли мы их зажать. Как я и говорил, передняя линия провалилась, потому что копейщики поражали, но большую глупость сделали. В самом начале они что-нибудь слили, но пытались растянуть нас, взять так на понт сказать, чтобы мы зашевелились, и они ударили потом с центра своим тяжелыми войсками. Ну а мы не купились, стоя до последнего, только частично план не там пустили в расход. Скажите, лучше в conseguении там Hemis иные 디� filter. Ну и в центре два отряда дробнули, тем не менее, пока не держали эм, дингенеров элитных, мы смогли их кровать или ударить с сзади. Потому что они так же дробнули и побежали. Царской гвардия, разбитая просто в хлам. Потери были, но они не такие катастрофические, какие могли быть. Ну и плюс, на второсчёте, если бы сыграли, почти вся армия бы убежала. Мы потеряли бы ещё больше. Многие полегли на этом поле боя. Особенно со стороны, конечно, и Египта. Исланы их не спасли. Довольно глупо они их, кстати, использовали, я скажу. Ударили двумя отрядами сразу, там, в отрядов 10, наверное, притарианцев и легионеров. Они там просто застряли, их перетыкали, перекидали пивопами. Плюс у меня были всё-таки ещё несколько отрядов... Копейщиков. Триариев. Ну и вот последний отряд старской гвардии, цели тут догнать. Регионеры, вообще, целый отряд видится, 120. Человек, никто не погиб. И догоняют их. Более опытные, меньше бы стали. Ну что, дальше принимаем оставшиеся их армии. Сейчас на данных можно быстрее установиться. Задержать их, потравить, всячески подвести ещё войска, распить и контратковать. Понимаете, если мы третью армию разобьём, Египет смят. Ещё несколько великих сражений с Египтом улицы. Ну и потом несколько десятков величайших миллерзатинами и спартов. У нас экономика есть, если даже мы армию каким-то образом потеряем, не хотелось бы. Но если нас даже, ну, допустим, у нас тут будет принять невыбедный бой. Что поделать? Мы сможем набрать новую. На это потребуется около 3-4 годов. И снова встречаем с новыми силами. Блин, в толпе там бегут царские гвардейцы, они как-то добить не могут. Подождём, отряд надо выберить до конца. Подождём, отряд надо выбрать новую. Ну и радость легионеров на ваших кранах. Тяжёлая победа. Ну, я бы не сказал, что она была сильно тяжёлая, но тем не менее. Далее они достойные бой. 2-200 погибли практически всей их армией. 2 полигрим, там полторы. У нас 1200 погибло. Ну, это вот, да, была передняя линия. И здорово покоцали у нас, как мы видим, три ариев. Легионеры при Трианце практически не пострадали, а вот три арии... Легионеры обычные, да. Понесли урон от царской гвардии. Да, бить бы надо, чтобы не убежал. Какой-то один отряд всё-таки сумел у них скрыться. Да, вот, как раз царская гвардия где-то и убежала. Так, всё, минус. Значится, кого мы сажаем в город. Я думаю, что вот эта армия будет в городе более эффективна. Ну и во второй, видите, при Трианце здорово отхватили. Три хода будут восстанавливаться, это долго. О, вот здесь мы можем нанять слонов. Видите, они здесь есть. И наёмники слоны. Так, содержание они стоят у нас 420. Довольно-таки много. Так, ну вот этих вот товарищей мне, в принципе, наверное, не надо. Я лучше найму кого-нибудь из легионеров. Да и наём достаточно дорогой. Но зато это слоны. Это мощь. Чуть-чуть проседает доход. Но это опять же из-за того, что у нас зима. Сейчас идёт... Так, подходим обратно к городу. Можь! Нанимаем при Трианцев. Ну вот один отряд как раз пойдёт. Восстановление будет идти долго. Я не знаю, решаться они не решатся. Вполне могут напасть вот этими тремя армиями. Но у них одна уже достаточно сильно покоцанная. Вот с этой вот греческой царской гвардией. И вторая вот хорошая. Весьма... Ну они все на ускоренном марше. Блин, они не достались никак. Вот и сейчас мы опять пойдём в пустыню. Будь-ка здорово у нас отхватят и погибнут. И отойти-то отсюда нельзя. Они могут и у Гилова протковать так же. Одновременно. А-а-а, печаль тоска-то какая. Зато будет интереснее в следующем эпизоде. Властаневый буря отменяется временно. Так. Можем мы здесь в принципе создать и мальчика. В картубе. Но общественный порядок пойдёт в минус опять. Не хотелось бы, хотя базилика должна дать положительный эффект. А то доход возрастёт. В арсе всё отлично. Как видим, прирост достаточно высокий у нас. В общественном порядке дальше строим театр. Он ещё больше даст нам плюсиков. А если мы отсюда армию уведём, кстати говоря? Хм, становится ноль общественный порядок. Но подождём пару входов. Всё-таки более восстановим. Хотя бы до 50 доведём. Общественный порядок общий. Там почти построится у нас театр. Что тут у нас по армиям? Вроде бы всё. А нет, не всё распределили мы. Не все навыки. Не у всех. Общественный порядок здесь достаточно высок. В Кирене палач нам не нужен для него. Бербер-разбойник тоже не нужен. Потому что конницы у нас практически нет. Так. Волчью шкуру. В спутнике. Сейчас по-быстрому просмотрим, кто тут у нас имеется. Так, 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 так. Ну так и придётся волчью шкуру давать. Зима близкая. Боевой дух всех отрядов плюс 2%. Будут в волчьих шкурах в Африке воевать. Делаем ход. И если, в принципе, ничего не происходит, да даже если и происходит, если Египет нас атакует, то серию заканчиваем. Потому что если они пойдут в атаку, то это будет атака. Тремя армиями сразу. Так, слушайте, они опять атакуют? Чё они атакуют такое у нас? Они атакуют дальний город. Лепс Магна. Ммм, да. Египетская пехота, полно стрелков. Ну тут, я думаю, авторасчёт. Мы проиграем в любом случае. Потери мы им нанесём. Минимальные, да, они успеют за ход восстановиться. И они Макамадис у нас берут. Но у нас идёт армия, видите, около Лепс Магны. Мы сейчас сразу же накроем их и в этом же городе уничтожим. Ну, должны уничтожить, по крайней мере. Забавно будет. Вот так вот. Оплыли они нас и протковали с тыла. Что-то там продолжает колдовать. Нет, они отходят назад. Ну, это передышка временная для нас. Понт надо встретить, чтобы они не убежали никуда. Но этот корабль, пускай, в принципе, здесь плавает, он не опасен. Даже если он протакует любой из городов, там войск-то нет. Мы ополчением отобьёмся. А вот большую армию надо достать, чтобы она не убежала к Солохе, там, к Ольве, к Этикопею. Макамадис надо забирать будет. Я думаю, даже, может быть, это сейчас сделать. Или, по крайней мере, мы осадим. А бой тогда проведём уже в следующем эпизоде. В режиме реального времени. То есть, я хочу им отомстить собственноручно. Не то, что это компы сделал. Мстя будет страшна. Да, кемеры забежали к Сиракине. Я смотрю, тут уже устраивают налёт. И они опять стали таким образом, чтобы мы не могли достать до них одним ходом. Кстати, забыл Сиракузам дать приказ с атаки на какую-нибудь армию вражескую. Ну, сейчас это надо будет сделать первым делом. Вот, смотрите, сколько у них армии плавает, бегает. И они всё это делают совершенно бесцельно. Хаотично, передвигаясь по карте, такое броуновское спонтанное движение. И они плывут назад, вместо того, чтобы продвигаться вперёд. Так, а чё их всё устраивает? Рим за них всё делает, они там развиваются, накапливают войска, экономику улучшают. Зачем воевать, когда есть сосед, союзник, который со всеми врагами за них разбирается? Расширять империю они не собираются, воевать с нами они также не собираются, по всей видимости. Так, у нас тут кто-то доблестной смертью упал. Диверсия войска. Ой-ё-ё-ё, сколько здесь у нас проблем сразу. Для начала наймём гнея, сведяя, туберта. С доходами и так всё, в принципе, нормально. 9800 весной. Не очень хорошо. Ну, это ещё частично из-за содержания слонов. Что мы будем с вами, ребята, делать? Давайте-ка мы вас дотравим уже до конца, что ли? Допустим, вот вас мы потравим. Вот в этой армии подрывная деятельность удаётся всегда практически, а вот в предыдущей почему-то она ни хрена не удалась. И опять подрывная деятельность удаётся. И практически вся их армия тут уже покоцанная. Бери голыми руками. Отравим им пищу. Да, ещё одна диверсия удаётся. У них там погибает. Это радует. Что там у нас с агентами? Мы можем нанять, в принципе, Саглидата и одного из воителей. Это хорошо. Пригодятся здесь тоже. Чтобы разобраться с египетскими этими редутами бесконечными. От него наймём гней Гораций Синека. Так, и Саглидатый, соответственно. Доход от земледелия нам не нужен. Стоимость строительства также, в принципе. Так, перехват приказов, дальность перемещения. Октавия на зону. Следующим ходом надо будет разобраться тут со вражескими агентами. Даже сейчас мы сможем это сделать. Искушение, принуждение. Задержан. Не переметнулся, но, по крайней мере, мы его задержали. Он никаких действий сделать не сможет. Следующим ходом. Так. Новая армия из ниоткуда возникает у Египта. Надо с этими ребятами сейчас что-то тоже сделать. Так. Добираем. Режим. А, мы, кстати, не добираемся. К сожалению, за один ход мы не достаем. Учально. И нас может остановить вот... А, это сиракузский агент, пардон. Я думал, это египетский. Тогда не может. Давайте даем, значит, самоцель. Даем мы цель. Сиракузам. Координируем военные действия. Ну и ждем. В общем, пока они следующим у нас ходом ответят. Согласны ли они воевать с Египтом? Будут ли они нападать? Или нет? В принципе, там цель-то была. То есть, она на карте светилась. И координация должна была происходить. Но вот... Что-то тут не получилось. Они по-прежнему отступали назад упорно. Я даже сказал, не упорно, а упорото. Давайте-ка дом-работаргутский построим. В Киерине общественный порядок здесь очень высокий. Хотя, с другой стороны, у нас развлекательных зданий довольно мало. Ну, еще есть паритоний и аммоний. Как только мы их захватим, мы там построим развлекательные здания. И будем народ-то развлекать. Ну, с другой стороны, если я выйду, допустим, сейчас из-за Угилы... Так. Общественный порядок становится уже более куцей. И если мы выйдем из Кирены, то он станет еще ниже. Ммм, да. Ну, в амфитеатр даже есть смысл построить. Через два хода у нас тут будет усадьба. В Угиле. И проблемы с едой назревают. Но, опять же, плюс 30. Там у нас, не забывайте, что-то строилось на севере. Несколько зданий, которые очень много еды дают. Я надеюсь, что мы все-таки выйдем в небольшой, но плюс. Так, одна армия восстановилась. Вторая практически восстановилась. И мы готовы проатковать теоретически паритоний. Добьем вот эту армию, которая здесь лагерем стоит. За один ход-то... Я не уверен, что я достаю за один ход, если честно. Давайте-ка мы сделаем чуть-чуть шажок сюда. И следующим ходом мы точно сможем достать. Гордость Сибека надо разбить. И вот после этого отковать паритоний и Аммони двумя армиями. То есть из-за Угила напасть и напасть одновременно с Киреной. Плюс Макамадис мы заберем себе и отсюда этой же армии ударим также по паритонию. Пять армий у нас будет. Этого вполне достаточно, чтобы Египет, я думаю, продавить. Тем более армии такие весьма неплохие, элитные. Ладно, надеюсь, что данная серия вам понравилась. И всегда не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На основной, на дополнительный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.